Наконец-то мы с милашкой будем готовить моти. У нас есть специальная мука для моти, сахарная пудра, крахмал и творожный сыр. Приступаем? Приступаем. Мы будем сыпать специальную муку для моти 100 грамм. Ну или 112 можно. Уже 81 грамм. О, ну чуть-чуть еще засыпать. 103. Теперь бери чайную ложечку, кукурузный крахмал, одну чайную ложечку добавляй. Добавляем кукурузный крахмал. Все, достаточно. Теперь сахарную пудру по вкусу. А сколько? Три-четыре, я думаю. Давай три, чтобы тесто... Не, давай две. Тесто не должно быть сладким. А вот в начинку уже добавим чуть-чуть побольше. Достаточно. И добавляем чуть-чуть растительного масла. И перемешиваем. Да, и перемешиваем. Набрали в кружку воды. И надо добавлять чуть-чуть водичку ложечкой. И краситель еще добавляем. Вот такой консистенции получилось у нас тесто. Уже с водичкой и красителем. И мы его будем готовить на сковороде. Залили тесто. Сначала поставили на минутку большой огонек. И уже тесто получается. А сейчас выключили. И уже вот такое тесто у нас получается. Будем готовить начинку для моти. Сначала возьмем творожный сыр. Открываем. Сколько высыпать? Весь? И высыпаем весь сыр. Можно ложечкой. Вот. Когда мы высыпали уже весь творожный сыр, нам надо будет добавить сахарную пудру. Чем мы и сейчас займемся. Вот такое эластичное, мягкое тесто у нас получилось. Чем-то напоминает генетический песочек или слайм. Оно пока горячее. Накроем пленочкой, чтобы оно остыло. Добавить в наше тесто сгущенки. И перемешать. Мы нарезали фруктики, сделали начинку и сделали тесто. И сейчас будем делать уже само моти. Первый моти мы уже сформировали. Для этого мы разделили на 8 частей. У нас будет небольшие моти наше тесто. Насыпаем обязательно кукурузный крахмал. Я думаю, слишком много не нужно. И так хорошо все лепится. Раскатываем стук. В серединку кладем начинку. Можно побольше начинки. Так, у нас был манго. Сейчас у нас пусть будет банановый моти. Кладем фруктики. И сейчас все это залепим. Как хинкали. Нужно пальчиком моти. В этот раз я переборщила с начинкой. Мне очень много. Она прям хочет вылить. Так, с начинкой не переборщивайте. Иначе вы не залепите моти, как я сейчас. Ну, зато будет супер вкусно. Получился вот такой моти. Возьмем упаковочку. И положим туда моти. Готовим следующий. Раскатали тесто. Добавляем начинку. У нас уже были два манго. Добавим бананчик. Залепляем. У меня будет моти вареник. Вот такой красивый моти. Берем упаковочку. И ложим в наш варенье. В мой фирменный моти. Продолжение следует. Добавляем.